В огромнейшую пробку на два часа превратился участок улицы Некрасова в границах Советской Пушкина. Проезжающие здесь машины двигались буквально со скоростью черепахи. За всем происходящим в недоумении наблюдали десятки прохожих. Поговаривали люди и о плане перехвате и серьезной аварии. Да и как иначе, патрули с 30 с лишним полицейских, десятка спецмашин буквально оккупировал проезжую часть. Для водителей, которые оказались в этом одностороннем автопотоке, шагу назад уже не было. И лишь самые рисковые находили выход из ситуации. Однако это нарушение на тот момент оказалось настолько незначительным, что полицейские на него даже не обратили внимания. Впрочем, как и на многие другие, к примеру, непристегнутый ремень безопасности или тонированные стекла салона авто, главная задача инспекторов – это поиск нетрезвых водителей. В ход шли и традиционные. Здравствуйте, инспектор ГПС, лейтенант полуоузов. Документы вашей решения. И обычный карманный фонарик. Нормально. И алкотестер. Предельно допустимая норма – 0,16 мг на литр. 0,69 у продули. Едете, везете ребенка. В такой же неприятной во всех смыслах ситуации оказался и Николай. Часто в таком состоянии за руль садитесь? На 950. А с чем это связано? Со стрессом. Запитый горячительным стресс. Теперь обойдется Николаю в кругленькую сумму. Если он первично, да, получается, по статье 12.8, час 1, получается, у нас управляется. Здесь по решению суда 30 тысяч административные штрафы ему и плюс лишение водительского удостоверения сроком от полутора до двух. Если повторно, то это уже 264-я статья Уголовного кодекса и там вплоть до трех лет это максимальный срок лишения конкретно свободы. 200 тысяч штрафов, то есть там различные санкции. Плюс оплата штрафстоянки. Туда на эвакуаторе отправляли автомобили нарушителей. А вот Федору повезло гораздо больше. Штраф за забытое домоводительское удостоверение относительно небольшой – 500 рублей. С одной машины в другую пересел, документы оставил в машине, вот и все. А сейчас привезут. Сплошные проверки на дорогах по такой необычной для Абакана схеме прошли впервые. В России республиканские полицейские перенимают опыт коллег из крупных городов. Говорят, так больше шансов выявить злостных нарушителей. К примеру, за два часа тотального контроля нетрезвых водителей задержали четверо. Из них один сел за руль под шофе уже не в первый раз. Попали в поле зрения инспекторов и шоферы, лишенные удостоверений и не имеющие их вовсе, то есть самоучки. Нововведение уже вызвало неоднозначную реакцию автомобилистов. Это беспредел вообще. Дело нужно, почему нет? Постоим, ничего страшного. Инспекторы же просят водителей отнестись к проверкам с пониманием. Тому, кто не нарушает правил, бояться нечего. В будущем рейды в таком виде станут регулярными. Меняться будет лишь место дислокации десятков полицейских. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Думаю, что авария большая. Слышно, мужики. Слышно. Продолжение следует...